Ну, вот сегодня на Пролетарской 61,8 человек было, и в Бывалово записалось четверо. И горячая линия, работает полным ходом. Вначале для главы небольшая экскурсия и знакомство с работой центра. На ней всего несколько минут, ведь желающих лично обратиться со своей проблемой к Евгению Шлепову хоть отбавляет. Как и обычно, в главе списка вопроса ЖКХ, благоустройства города, в этот раз в лидерах проблема обеспечения детей местами в детских садах. В частности, в микро-районе Бывалово, в районе улицы Молодежные, где сейчас идет активное строительство новых домов. В саде Кантошка не справляется с этим, и у нас есть очень большая опасность, например, для того, что когда будут сданы другие дома, детей уже совсем не будут устраивать в детские сады. У меня у самого ребенка в прошлом году пошел в детский сад, это 96-й сад в тепличном микро-районе, это 50 минут при школе с Лебанка. Как заверил глава, здесь запланировано строительство сразу двух детских садов, в общей сложности примерно на 700 мест. Более того, напрямения на работы уже начались. Сейчас строители подготавливают площадку, убирают спиленные деревья и старые железобетонные плиты. Мы поставили сейчас задачу, то есть две задачи. Первая – это создать дополнительно еще около полутора тысячи мест. И вторая – это доступность, шаговая доступность. Вот это такие серьезнейшие задачи. Для этого сейчас мы запустили вместе с правительством России проект нового строительства 60-х садов в Вологде. Они появятся на Псковской, Доронинской и Фрезиновской. Таким образом, город практически полностью решит проблему с нехваткой мест в дошкольные образовательные учреждения. Но решить другие проблемы уже не столь глобальные, всегда помогут специалисты центров по работе с населением. Сейчас в Вологде работает пять представительств в каждом микро-районе. Узнать расписание их работы можно в вологодских газетах или сети интернет. Александр Устинов, Новости Вологды.